Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях Николай Фокин, депутат законодательного собрания Красноярского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, Николай. У меня вопрос к вам следующий. Вот только что в новостях мы обсуждали тему того, что часть территории Красноярского края, именно Норильск, территория Таймырского, Долгана-Ненецкого и Труханского районов, указом Путина, президента нашего, включена в сухопутные границы арктической зоны России. Вот что нам это дает? Расскажите вообще простым смертным людям, что от этого? От этого? Ну, в первую очередь, что мы дадим этим территориям сначала сами, а потом оттуда же можно спрашивать, что можно оттуда взять. Вообще-то, это хорошо, что территория Красноярского края, северная территория, включена, тем более, что три района, в арктическую сухопутную зону. Знаете, вот вы, наверное, еще молодые, я когда учился в школе, да, была карта Советского Союза, и была граница определена точно, конкретно, и все. И наверху, как говорят, на самом макушке стоял красный флаг, мы знали, что это наша территория. Сегодня вы видите, какие идут разговоры, какие идут, проводятся мероприятия по тому, как бы захватить эти участки, которые когда-то мы говорили, что это наши. Поэтому нужна буферная зона, это на мой взгляд, я лично свое мнение высказываю, чтобы было так, как мы сегодня относимся к северам, к окраинам, к прибрежникам, да, это есть плохо. За последние два с лишним десятилетия мы практически отошли от северов, мы не даем, мы только забираем от северов. А на севера это кладовая такая, что не скоро закончится. Вы, наверное, из средств массовой информации слышали, что одна четверть находится на шельфе, поэтому, чтобы шельф обеспечивать, нужны, как говорится, буферные зоны. Для этого, наверное, Путин Владимир Владимирович и сдал этот указ. Ну, сейчас одна из важнейших тем, это развитие севера, да, то есть масса России. Скажите, каковы перспективы развития? Я еще раз говорю, что мы будем вкладывать в развитие севера, то мы получим. Раньше была, допустим, полярная авиация, которая обеспечила всю вот эту территорию, да, было хорошо. Сегодня не есть совсем хорошо. Сегодня проблемы с обслуживанием есть, особенно на территориях внутри поселения. Это касается и не только нашего Красноярского края, и других территорий. Наверное, этим указом, а там была и программа раньше, в прошлом году разработанная, и сейчас, наверное, будут какие-то документы выпускаться правительством для того, чтобы улучшить состояние северов. А потом уже можно брать. Мы сейчас берем, но туда не отдаем. То есть эта программа как раз-таки признана подстегнуть, вот обратить внимание? Программа признана, но для того, чтобы программа работала, нужно финансирование. Поэтому не будет у нас целевого финансирования северов, мы оттуда ничего не возьмем. Хотя я еще раз говорю, что сегодня вот заходит предприятие на территорию и говорит, там 36 килограммов платины. Можно это брать или не нужно это брать? Оказывается, нужно, потому что это стоит 70 миллионов долларов всего. Наверное, обчинка выделки строя стоит, правильно? Поэтому, если смотреть, это сегодня с севера, особенно наш Красноярский край, да, это белое пятно еще. Мы сегодня вокруг Норильска работаем, ищем, что-то борем, хотя там было найдено еще до войны и после войны, да, и мы сегодня питаемся и живем этим. А вот дальше, пока у нас не хватало возможностей. Наверное, вот этот указ, он и подстегнет, и будет работать не только на островах, не только на шельфе, но и на прибрежной зоне. Большое спасибо. Очень приятно было, что вы пришли к нам в гости, но мы хотим напомнить вам, что сегодня у нас в гостях депутат законодательного собрания Красноярского края Николай Андреевич Фогин. Редактор субтитров А.Семкин